Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетман и медицинский центр «Призма». А с нами на связи Андрей Пианковский, которого мы очень рады видеть. Андрей Андреевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Добрый день, Людмила. Андрей Андреевич, в последние дни странная какая-то информация все время из России приходит о том, что пытаются обзвонить Шойгу, кого может, всех возможных и невозможных министров обороны, и рассказать, что Украина хочет взрывать какую-то грязную бомбу. И сейчас в информационном пространстве обсуждается, на что способна Россия, к чему она готовится, раз они уже начали вот с таких вот странных заявлений. Вот, наверное, тогда, если позволите, вам этот вопрос я и адресую. Ну, вы знаете, всему миру уже давно известно, что мы имеем дело с законченными негодяями в лице российских руководителей. Но они в последнее время нас все больше убеждают, что они просто абсолютные идиоты. Ну, началось это с демонстрации их нового военного вождя. Это нам показали какого-то неандертальца, который с большим трудом по слогам читал текст, который висел у него перед носом, это называлось интервью, и рычал там какие-то проклятия по адресу Украины. И его воспринимали в патриотических СМИ как некого чуть ли не нового Наполеона, который должен изменить ход войны и так далее. Ну, ладно с этим Суровикиным. Кстати, его биография очень интересна. В 1991 году 24-летний капитан Суровикин был единственным человеком в Советской Армии, который подчинился приказу Министерства обороны убивать безоружных защитников Белого дома. Он лично накрутил на гусенице своего танка трех молодых людей. Ну, потом он отличался подобными подвигами уже в гораздо больших людоедских масштабах в Чечне, в Сирии, где он был назван мясником Алеппо и палачом Сирии. Ну, вот такие фигуры, да. А вот совершенно фантастические события в этих последних трех дней, которые вы говорите. Я не помню в истории мировой дипломатии, чтобы три министра обороны, французский, британский и американский, опубликовали совместное заявление, что нам вот тут звонил какой-то идиот и нёс чушь о том, что Украина собирается использовать грязную бомбу. Конечно, он в рот, и, скорее всего, и, скорее всего, именно Россия задумывала подобную операцию. Но даже это на них подействовало. Вы знаете, сегодня с утра уже теперь начальник генерального штаба Герасима пошёл по тому же кругу. Он звонил начальнику генерального штаба Великобритании. Вот недавно разговаривал с Марком Милле, председателем Объединённого комитета начальника штаба французского начальника генштаба. Вот с тем же бредом. Ну, они просто демонстрируют себя перед всем миром. Ну, о том, что... Ну, кстати, это не первое же. Параллельно же идёт обвинение Украины в том, что она собирается взорвать дамбу Коковской ГЭС и затопить Херсонскую область. Ну, чтобы оценить эти предсказания, давайте вспомним, кто это находится в главе России сейчас. Два наиболее влиятельных человека – это Путин и Патрушев. Это два человека, которые в 99-м году один за другим взорвали пять домов в России со спящими жителями. И обвиняли в этом чеченцев, чтобы развязать войну в Чечне, которая должна была привести их к власти. И они это продолжали. И продолжали бы, если в пятом доме в Рязани их не схватили за руку. Агентов Патрушев арестовала местная полиция. И более того, я напомню, может быть, вряд ли современные зрители Украины помнят эти детали. Министр внутренних дел России, некто, Боже мой, как же его, Рушаева, да, он тогда с гордостью заявил поделением, что мы обезвредили террористов, которые пытались взорвать ещё один дом. А на следующий день выпал с этот Патрушев и с какой-то странной улыбочкой объяснил, что это были учения. Вот эти люди, которые шли на преступления, чтобы прийти к власти, и на любые преступления они готовы сейчас, чтобы удержаться власти. Ну, они понимают, что никто на Западе этому не поверит никогда. Это всё бурная активность, направленная на обработку российской аудитории. Российская аудитория внушает смысл, что украинцы готовят два страшных выступления, взрыв дамбы и грязные бомбы. Всё это связано, на мой взгляд, с наступлением украинской армии. В частности, я вас уже, украинцев, обрадовал глава офиса президента, вернее, обнадёжил, написав в твит, что вот-вот будут очень хорошие новости. Не знаю, сообщили вам. У нас в Вашингтоне неизвестны эти хорошие новости. Мы тоже пока не знаем. Это у нас известно. Это успешное наступление в украинскую армию. Там перерезана дорога между Кременной и Святого. Отброшены бандиты Пригожина из окрестностей Бахмута. И самое главное, идёт продвижение в Херсон. Я вот немножко опережал офис президента. Сообщаю, может, наша передача перейдёт в эфир. Это уже будет известно. Так вот, с военной точки зрения, сдача оккупантами Херсона, освобождение Херсона, в Украине, в Украине, неизбежна. И более того, с военной точки зрения, оно оправданно и целесообразно для русских. Это подразделение по существу заперто на правом берегу Днепра, коммуникации отрезаны, и любая военная логика требует отойти. Тем более, там ведь оставшиеся сливки российской армии. Это не мобики, это сейчас там мобиков заталкивают. А там, в общем, элитные части, это спецназ, это морская пехота и так далее. То есть, военная логика требовала бы от русских отходить. Но с политической точки зрения, конечно, это катастрофа. Это невыносимая катастрофа для Путина после всех этих понтов, после поражения под Киевом, под Харьковом, падения Херсона. Ну, я всегда говорю об этом, что это произойдет шоковое впечатление на так называемый глубинный народ, и на бункер. И для Путина это серьезная угроза потери. власти, а с властью он теряет и жизнь. То есть, с военной точки зрения, это неизбежно и несообразно, а с политической неприемлемо и невозможно. Вот с какой неразрешимой ситуацией он столкнулся. И мне кажется, что вот эти угрозы, они подготовились. Ну, сейчас официально объявлено, что это наш Сталинград новый, Херсон, ни шагу назад, все эти приказы заполняют мобиками. Но я думаю, они понимают, что в ближайшее время придется отойти. И самое главное, самое главное, чтобы это событие исчезло из инфроповестки дня. Мы в информопсихологическом пространстве заменить событие издачи Херсона гораздо более драматическим событием. чудовищное преступление украинской военщины. Вот они там, я не знаю, что они выберут, какое именно преступление они выберут для украинской военщины. Я думаю, все-таки не два сразу, но что-то обязательно. Или затопление, или взрыв дамбы, или грязной бомбы. И тогда можно будет объяснить этим несчастным мобикам, которых туда шлют умирать, и всему русскому обществу. Под Киевом это было уже с доброй волей, под Харьковом это была перегруппевка, а здесь это было спасение мирного населения Херсона и российских военнослужащих от результатов вот этой техногенной катастрофы. Вот залили там, отравили. Мы вынуждены были спасать. Наша первая задача всегда спасать человеческие жизни. Вот, мне кажется, именно примерно так. на это направлено, потому что они идут на невероятное унижение, но перед западом третий день и подряд раздеваются, снимают трусы и показывают себя полнейшими идиотами. Почитайте комментарии, над ними все же в лицо смеются. Вот, мне кажется, вот Путин будет так решать это противоречие неразрешимое, что сдача Керсона неизбежна, но политически она невозможна. Андрей Андреевич, вот вы вспомнили фигурантов вообще всех этих военных действий со стороны России. Сегодня об одном из таких фигурантов написал Вашингтон-Пост. Он написал о Пригожине, что он лично говорил Путину и может говорить Путину о том, что его военачальники плохо воюют. Вот, что это за человек Пригожин и откуда такое возвышение этих странных людей. Вот Кадыров там может позволить себе говорить что угодно, да, в адрес Министерства обороны. Там Генштаба, там Пригожин точно так же. И вот очень интересно, вы уже вспоминали сегодня Пригожина, да, вот Пригожину уже выделили создавать такую линию обороны и вагнеровцы сказали, что вот это наш, вот это именно этот участок мы охраняем. То есть создается такое впечатление, что происходит какое-то разделение полномочий уже между там Генштабом российским, да, и какими-то вот такими наемниками. Очень-очень странно, как бы вы это прокомментировали, вот возвышение этих людей, о чем это говорит и как вот российские военные к этому относятся. Можно ли делать какие-то выводы о том, что не все так просто уже даже в самом этом военном окружении Путин? Ну, естественно, не все так просто, но всегда в таких ситуациях, тоталитарных, фашистских, скажем, прямо государств, мы же из истории знаем, в случае военного поражения возникает конфликт между фюрером и генералом, ну, по центральному вопросу, кто виноват, Гитлер виноват или генерал, Сталин виноват в поражениях в 41-го года и генералы, а виновного ждет очень тяжелое наказание, Сталин растаял кучу генералов во главе с Павловым уже в первых числах июля 41-го года, потому что он уже боялся за свою жизнь, а могли убрать его, и та же ситуация была и в гитлерском бункере, и сегодня в путинском, и Путин по ним, я думаю, что Путин пощеряет вот этих полевых командиров Кадырова и Пригожина в их атаках на военных, они же, слушайте, они там требовали, один требовал расстрела отправить рядовым на фронт, чтобы там он кровью испытал и скупил свою вину и так далее, явно это пощерял Путин, как, потому что иначе генералы могли бы задуматься о судьбе своего главнокомандующего, это такая стандартная ситуация, и она, вот почему я говорю, что невозможно политические сдачи Керсона, ну, потому что вот эти противоречия, они же взорвутся с небыручайной силы, те же и Кадыров, и и Пригожин будут орать, что во всем виноваты генералы, генштабы, а генералы тоже не будут добровольно ждать, чтобы их бросили в камеры ФСБ, там, пытая еще перед смертью чудовищными способом потом их еще убили, вот дача Керсона все это обострит и взорвет всю эту ситуацию в путинском бункере, поэтому они хотят ее вот перевести стрелки, как бы заменить, не было никакой сдачи Керсона, было чудовищное преступление украинской военщины, и наши доблестные военные спасли, героически спасли жизнь мирных жителей Керсона и вот собственно мобилизованных, вот примерно так будет, мне кажется. Андрей Андреевич, вот сколько бы там Герасимов не обзванивал и Шойгу всех не обзванивал, но все это прекрасно понимают, что украинцы не могут этого взорвать, и Запад будет понимать, что Россия идет на дальнейшую эскалацию, вот если это дальнейшая эскалация, то что потом, что дальше, и вот и со стороны России, что дальше, и со стороны Запада, потому что мы видим, что Запад стал укреплять свой восточный фланг, мы видим, что в Румынию прибывают американские войска, и кстати, американские военные прямо в эфире американских телеканалов говорят, что если будет надо, то мы можем и перейти украинскую границу. Это не случайная проговорка генерал-командира 101-й воздушно-десантная, это проговорка санкционированная, конечно, хотя потом представитель Белого дома как бы отнаживался, это не изменение нашей официальной позиции и так далее, но изменение я его чувствую в воздухе, в любых беседах, контактах, ну, во-первых, Запад перешел уже очень важный психологический и политический барьер, Путину и российской власти было очень четко сказано, что последует случай ядерного удара по Украине, ну, ему просто объяснили в деталях и официальном языке выступления Сальвана и Блинкена, а потом уже отставные генералы в разрешающих статьях, прежде всего генерал Дэвид Петреев генерал Ходжес, они объяснили детально, что американцы очень тщательно изучали этот вопрос, моделировали, не пришли к выводу, что ни в коем случае нельзя на это преступление отвечать подобным, таким же ядерным ударом, это, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, есть возможность наказать русских более жестоко, громадное, у него, Запада, громадное, превосходственно на конвенциональном уровне, и вот подробно объяснили, что будет в случае использования ядерного оружия, или, а то же самое будет, если они под видом якобы украинцев используют и грязную бомбу, в первые получаса будет уничтожен Черноморский флот со всеми базовыми своими сооружениями, но если это оказывается недостаточно, то у американцев возможность даже не переходя украинскую границу, а просто дистанционным огневым воздействием вот всю ту группировку, которая находится на территории Украины, уничтожить в течение максимум двух дней. Понимаете, если 16 хаймерсов изменили ситуацию на фронте и позволили Украине получить стратегическую инициативу, которая сейчас в эти часы, когда мы с вами беседуем, успешно развивает, то что могут делать сотни хаймерсов, там, F-15, и так далее. Они все говорят, что они воюют с НАТО. Вот если НАТО пошевелит пальцем, то все это исчезнет мгновенно. И вот это очень важный психологический барьер. Вы же помните, как нас всех раздражало в декабре, январе, тот же Байден, тот же Столдом все свои выступления начинали с того, что мы не будем делать. Мы никогда не будем наших бутс, наших сапог, никогда не будет флорезон, самое главное не допустить эскавации Солроса, вот этот Столдом не допустить эскавации, это задача нашего замечательного блока, не вступать в все. Объяснили, что все будет и очень жестоко и четко, очень по-взрослому и просто в случае ядерной атаки. Но сейчас американцы да, на что ответили, надо отдать должное, русские, они понимают какие-то сигналы. Мгновенно исчезла вся эта болтовня, и наоборот, вот вчера министр национально все последние две недели они пытаются одну и ту же вещь. Ядерная война невозможна, они могут быть победителем, мы никогда и не думали, это Украина хочет там грязную бомбу бросить и так далее. Но после этого они стали запятую и правда, да нам и не нужна никакая ядерная война, мы можем уничтожить украинскую инфраструктуру и опустить Украину в 18 век бомбардировками ее городов конвенциональных, что они сейчас и делают. И в Америке идет очень нормальная и естественная дискуссия, хорошо, мы им обещали прямое наше вместительство в случае ядерного удара, но они сейчас наносят сопоставимый такой же вред, такой же урон, такие же преступления совершают конвенциональные конвенциональные средства, а почему нам не ответить в этом случае, и вот эта дискуссия ведется открыто, ну вот вы привели пример этого высказывания американского генерала, но просто сама отправка туда дискуссии, дивизия тут ответ, ну и генерал Дэвид Петреус это, я считаю его крупнейшим сейчас стратегическим мыслителем последние годы в Северных Штатах, он очень характерное интервью дал недавно французскому журналу Эспресс, который показывает, уже американцы все эти сценарии детально прорабатывают, он сказал так, нам не удастся, если эти чудовищные вещи будут продолжаться, мы вмешаемся, он сказал, я понимаю, что нам не удастся это сделать как коллективную акцию, но понятно, почему, пока там Орбан существует, ничего там прояснения, мы это сделаем multinational coalition в Вилле, коалиция желающих, Соединенные Штаты, но с группой других держав, ну понятно, кто это будет в этой коалиции, это будет Британия, поляки, Прибалты, Румыны, достаточно для того, чтобы покончить с российской агрессией, вот сейчас идет такое психологическое и политическое эскалации с обеих сторон, и вот эта херсонская ситуация, она так или иначе должна разрешиться, то есть мы на пороге очень важной такой узловой точки, если не окончательной развязки войны, но какой-то очень важной промежуточной развязки. Андрей Андреевич, вот события, вы уже сами стали говорить об этом, события, происходят эскалации, события начинают очень быстро развиваться, и в этом смысле какие есть возможные варианты развития этих событий, очевидно, что вряд ли Россия будет сама отступать добровольно, а вот что дальше пока непонятно. Как вам представляется, какие могут быть развития событий? Мне кажется, что Путин не переживет политическое освобождение Херсона, придут другие люди в бункере, это такие же мерзавцы, как и он, такие же, все они хотели уничтожить Украину, но они вынуждены будут считаться с реалиями войны, с реалиями превосходства украинской армии и с реалиями нарастающей поддержки Запада, которые вот-вот может прийти уже в прямое участие западных вооруженных сил, ну и как реалисты, они сначала отойдут на линию 23 февраля, а потом, после определенных переговоров, будут вынуждены, в конце концов, будет принят тот план Зеленского справедливого мира, который он сформулировал на Большой Восьмерке, я сознательно не оговорился, я нажимаю эту встречу G7 плюс Зеленский Большой Восьмеркой, это прообраз нового структура мировой безопасности после войны, после каждой мировой войны возникает новая система безопасности, формирует ее держава-победительница, основные держава-победительница здесь будут Украина, Великобритания и Соединенные Штаты, ну вот та же большая Восьмерка в том числе, вот, так что, мне кажется, мы на пороге очень важных событий, или, или, что произойдет, что произойдет в России после падения Хельсона, либо вот тот сценарий, который мне представляется наиболее вероятно, но нельзя исключать победу некой ультрафашистской партии, возглавляемой теми же Пригожиным и Кадыровым, Путин схватится за эту партию как единственный шанс его спасения, ну и что, это приведет к худшему результату для России, худшему, вот те разумные мерзавцы, которые сменят Путина и готовы будут отойти, добьются более мягких условий капитуляции, чем те, которые будут продиктованы вот этим ультрафашистам, которые сместят там Шойгу, Герасима, расстреляют кучу генералов и будут продолжать какую-то войну до какого-то своего конца. вот очень мы на все эти, мы вот в точке бифуркации, и эта бифуркация произойдет, может быть, на следующей неделе, может быть, через две. То есть, это вопрос недель? Не месяцев. Это вопрос не месяцев. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное, спасибо, что вы нашли для нас время, мы вам очень за это признательны, спасибо огромное. Спасибо вам. На следующей встрече мы уже, наверное, обсудим результаты эти бифуркации стоят. Ну, может быть, да, это было бы хорошо. Андрей Пианковский, всего хорошего. Андрей Пианковский был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, мы признатели вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами.